Сегодня я хочу вкратце рассказать про седьмой и восьмой дафы трактата Шаббат, так как завтра Шаббат. И я хочу уже сделать оба дафа за сегодняшний день и за завтрашний. Я уже говорил, что в этих технических дафах, где в основном просто пиль-пулю по отношению к очень редким ситуациям, что именно считается ношением в субботу и детали, которые очень редко встречаются, я не хочу вдаваться в особенности, в детали, тут много есть тонких правил. Самый лучший совет для практического изучения – это посмотреть Шуханару в основном глава Шин Мэмхэй. Это в самом начале законов в Мишнабруре, это отдельный том, четвертый том Мишнабруры. Там помещены законы ношения, Иерушует, что считается Решударабим, что считается Решудаяхид. Самая важная глава – это вот как раз самое начало, 345-я глава. Там вот много деталей подобного типа. И дальше весь четвертый том вообще-то менее популярен, его меньше изучают, чем другие тома Мишнабруры, потому что там основные технические детали. Но вот чтобы знать, как правило, сделать Эйруф и также законы Тахумим, которые в особенности важны в местах типа загородных деревень, то, что у нас называют по-английски Бангалакалони. Многие летом уезжают в такие небольшие лагеря еврейские. И там практически каждый лагерь считается отдельным городом. Как правило, можно только отходить от конца лагеря на примерно километр в течение субботы. Но эти все законы будем мы за Аташем изучать, если продолжим дофьемы, в трактате Эйрувин. А вот что касается здесь, это в основном все в главе Шин Мем Хей. Я вам приведу один конкретный пример из восьмого дафа, что помните, мы вчера обсуждали, на предыдущем уроке обсуждали, что есть то, что называется Маком Патур, и это в основном места достаточно маленькие, что Хазаль, когда разделяли Маком Патур на кармелиты Маком Патур, то все, что похоже на улицу, сделали кармелиты, там нельзя носить. И оттуда нельзя брать что-то в Ришута и Ахид или наоборот. А вот то, что Маком Патур, как маленький столбик, например, оттуда можно, в принципе, что-то взять и положить дома, или наоборот, просто это редко случается, кому это может понадобиться. Но вот интересно, что есть тип столбика, который считается Ришута Рабима. Это столбик, описанный здесь. И это сказано от имени одного мудреца, его звали Ула, что если есть столбик в 9 тфахим, 9 тфахим, это что, ровно 9 тфахим? Да, оказывается, есть мнение большинства Ришонима, что имеется в виду ровно 9 тфахим, ровно 9 ладоней столбик. Другие говорят, что от 9 до 10 ладоней столбик. Это более, вроде бы, практично, потому что если ровно 9 тфахим, ну, во-первых, сегодня мы не знаем, сколько ровно Т фах, да, некоторые говорят, что это примерно 8 сантиметров, другие говорят, что это примерно 10 сантиметров. Но, во всяком случае, ровно, да, что Ула прямо-таки измерял до миллиметра эти столбики, да, скорее, вот более логично казалось бы, просто более практично, если это какой-то все-таки от 9 тфахим, скажем, до 10. Во всяком случае, столбик размером определенным, да, получается, это, ну, если маленькую Т фахах рассчитывать, да, 8 сантиметров, то 9 тфахим, это получается 70 с чем-то сантиметров. Да, 72 сантиметра. Значит, какой-то столбик небольшой, и это еще при условии, что люди его используют, знаете, чтобы поправить, допустим, какую-то ношу, знаете, иногда, я, например, когда тащу бутылки с водой на своем хребте из магазина, то обычно мне тяжело долго идти, и я тоже обычно встаю в каком-нибудь месте, где что-то торчит из земли, и там вставлю, немножко отдохну и дальше тащу. Вот, и тогда тоже так люди делали. Так вот такой столбик, он считается, как решутор Абим, раз люди, микатфим, как говорится Аллаф, они его используют, чтобы поправить ношу, то он считается, как часть улицы. Поэтому к нему не относятся те мягкости маком-патур, которые бы относились к другим подобным столбикам. Если они меньше, чем 4 на 4 в ширину, 4 ладони на 4 ладони, да, то обычно столбики будут маком-патур. А в данном случае столбик будет решутор Абим. Хочу с вами обсудить на том же Дафе, на Хет Амудбет, очень важную концепцию, и здесь я свой хидушно сегодня вам расскажу, а именно мнение Вильнинского Гаона, которое в данном случае необычно, и опять же, Аллах Али Майса его в основном поским не приводит. Нередко мнение Вильнинского Гаона, теоретически вроде оно имеет смысл, но на практике мало кто ему следует. Так вот, есть, чтобы понять это мнение, нужно понять определенные концепции. Есть такая концепция, когда эйруф оставляют в определенном месте. Есть много видов эйруфа, но сейчас три, как минимум, вида эйруфа основных. Но сейчас речь идет, допустим, об эйруф-тахумим. Скажем, человек хочет пройти от своей деревни на расстоянии примерно 2 километров. Не одного километра, как обычно разрешает закон, а двух километров. И для этого ему нужно сделать эйруф-тахумим, то есть он как бы переносит свое место жительства на эту неделю, на эту субботу, в другое место. То есть, например, у него есть деревня, куда он хочет пойти в этот шаббат. И эта деревня находится на расстоянии 2 километров от его деревни. Да, допустим, во второй деревне будет шево-брахот, или пойдет мудрец обучать торе. Он хочет там побывать в субботу. Так вот, он может это сделать. И он посередине между этими деревнями оставит эйруф-тахумим. То есть он оставит там какую-то еду, как будто он там живет. Он же имеет право жить, где хочет. Так вот, Равина ему разрешила, что он с помощью еды устанавливает свое место жительства на эту субботу в том месте. Тогда, получается, он теряет в одном направлении, но выигрывает в другом. Он теперь может в этом направлении идти вдвое больше, но зато он в обратном направлении не может идти вообще. Я взял экстремальный случай, когда ровно 2 километра от города второй город. Поэтому он ставит ровно посередине этот эйруф-тахумим. Значит, теперь он не может идти в обратном направлении своего города вообще. Он же теперь живет не в городе, а живет в месте, где он поставил ровно-тахумим. Так вот, этот эйруф-тахумим, говорится, что он должен быть в том же решут, что и сам человек. То есть если он в субботу не мог бы его съесть, то тогда какой же это эйруф тогда? Как он может там находиться? Как можно сказать, что он как будто там живет, если он не мог бы поесть эту пищу, которую он там оставил? Так вот, говорится, что Рэби считает, и вот дословно эти слова, я сейчас произнесу их, как они сказаны в Талмуде, а потом пробую объяснить. Рэби считает, что что все, что запрещено только по ровинскому закону, как швут, на это нету гизэйруф-бенаш-машот, нет запрета в сумерки. Что имеется в виду? Что человек, который поставил свой эйруф-тахумим в месте, которое он может взять эту еду, не сломав субботу из закона Торы, только ломав запрет Равинский, то это тэрэф-ка-шэрин. Почему? Потому что нет запретов в бенаш-машот, то есть во время, когда только сумерки, когда суббота есть неуверенность, началась или не началась, когда солнце зашло, а звезды еще не вышли. Это называется бенаш-машот. Это будет подробно обсуждаться через примерно 25 страниц. Так вот, очень важная концепция, что в бенаш-машот есть мягкость, так как это еще неуверенность, началась ли суббота, то есть мягкость, что можно, получается, делать запреты Равинов. Но не всегда есть тоже детали насчет всего этого. Это очень непростой вопрос. Какие именно случаи разрешили? Но вот Рэбби считает, получается, что если только запрет Равинов, то тогда в бенаш-машот это не запрещено. Ради определенных целей. А раз так, то эйру в кашель, потому что главное, чтобы эта еда была подходила во время бенаш-машот. Не обязательно, чтобы всю субботу эта еда там находилась. Главное, чтобы в бенаш-машот с начала субботы у человека была еда в каком-то месте, это его эйру в том, как будто там живет. Он мог бы там покушать в бенаш-машот. Так вот, так понимают, как я сейчас объяснил, практически все комментаторы. Но венецкий Гаон говорит, что не имеется в виду, что Рэбби разрешил делать мамаш работу в бенаш-машот, даже работу раввинскую. Нет, говорит венецкий Гаон. Все, что имеет в виду Рэбби, что для эйру, для цели, чтобы эйру был кошерный, для этого достаточно, что теоретически можно было бы съесть эту пищу, не сломав запрет Торы, только сломав запрет раввинов. То есть не то, что Рэбби мамаш разрешил делать работу в бенаш-машот, которая только запрещена раввинами. Он разрешил только эйру, в которой можно было бы получить с помощью работ, которые запрещены только раввинами. В бенаш-машот он мог бы этот эйру съесть, не сломав запрет Торы. Это как бы концепция теоретическая. Получается, по мнению венецкого Гаона, нет никакого следствия, такого колоссального следствия, что по Рэбби можно делать запреты раввинов в бенаш-машот. Ничего подобного. В бенаш-машот нельзя делать никаких запретов раввинов, которые нельзя делать в саму субботу. А только Иру вгодится, потому что можно было бы теоретически съесть эту пищу. Понимаете, какая разница? То есть, по мнению Венецкого Гаона, все эти мягкости, которые мы находим, в Шухонарухе, во всех поским, насчет того, что можно делать, попросить не еврея какую-то работу сделать Бенашмашот, или самому сделать то, что причину-то каравинами, то это все, на самом деле, по мнению Венецкого Гаона, это все по ошибке, это все неправильно, нет никакой мягкости Бенашмашот. Кстати, есть обсуждение, если человек уже принял на себя шаббат, строже ли будет, еще разные обсуждения, если вся община принял на себя шаббат, еще много есть диспутов насчет всего этого, насчет того, когда мы говорим, что можно в Бенашмашот что-то сделать. Но вот мы видим, кстати, в Мишне как раз через примерно 25 дафов будет как раз обсуждение, когда человек в Бенашмашот, ему нельзя целый ряд вещей раввинских делать, хотя это нужно для субботы. Почему? Говорится там в том числе, например, что нельзя... Даже то, что пищу теплую разрешили завернуть, скажем, в полотенце, это только потому, что обычно пища горячая в это время, как кому-то объяснят, и мы будем обсуждать, почему хатмана в то, что не добавляет тепло, разрешена в Бенашмашот. Но если бы не это, то было бы запрещено. А по Рэбе вроде и так, особенно ради Митсу, чтобы есть горячую пищу, можно было бы все разрешить, раввинский любой запрет в Бенашмашот. Вот. И еще там примеры того, что майсом нельзя отделять в Бенашмашот, только до май можно отделять. Это то, с чего, скорее всего, уже отделили майсеры, на всякий случай отделяют второй раз, потому что, конечно, большинство необразованных фермеров уже отделили свой майсер. В общем, все это выглядит, как будто в Бенашмашот таки нельзя делать запреты раввинов. И даже не по Рэбе, видимо, разрешение, по Гвознам-Живинскому, он так считает, только теоретическое, чтобы разрешить Эйру, а не чтобы реально делать запреты в Бенашмашот, если только раввинский запрет. Вот такой интересный фидушек. И на следующем уроке мы уже, наконец, закончили вся эта суге, с которой начался трактат, связанное с ношением и с запретами, передвигать вещи на улице или вносить и выносить. И перейдем к следующей Мишне, которая совсем на другую тему. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.